Всем привет! Сегодня у нас ночная прогулка с улитками. Да-да, обычно я гуляю с собаками, а сегодня буду выгуливать улиток. Дело в том, что у нас очень жарко. Сегодня было до 35 градусов жары. В квартире, точнее в доме, по привычке сказала в квартире. У меня есть квартира, а сейчас я временно живу у родителей в загородном доме. И там температура в комнате, где они находятся, 27 градусов, 28, да, вот сегодня смотрела. Поэтому они вялые, неактивные, и днем как бы в такой спячке находятся. Вот я вынесла их на лужайку нашу, в зону отдыха. И вот посмотрите, как они уже активизировались. Достали свои усики, так скажем. Эти щупальца, вот верхние, длинные, там находятся их глазки, такие маленькие точечки. Это глаза. Кстати, по поводу имен. Спасибо за ваши варианты. Я решила выбрать именно из них. Вот это у нас, как я уже говорила. Так, аккуратненько берем. Темненький мальчик. Пусть пока здесь посидит. Сейчас девочку достанем. Светленькая девочка. Вы предлагали вариант Уля. Он мне понравился. Девочка у меня будет Уля. Еще был такой вариант Брауни. Но так как мальчик, я сократила Браун. Так что Браун и Уля. Спасибо большое вам. Далее я хотела рассказать о том, что я уже показывала контейнер этот. Также обязательно в контейнере им необходима вода. У меня вот в такой крышечке, то есть небольшой слой воды. Емкость должна быть не глубокая, чтобы они не утонули. Да, они могут утонуть. И вот такой вот кусочек мела я нашла. В первое время можно использовать скорлупки яиц, потому что им нужен кальций. А потом, то есть если вы их заведете, вот сразу, да, можете давать скорлупки, а потом впоследствии купить кальциевый камень в зоомагазине. И вот я взяла с собой брызгалку с водой. Обязательно увлажняю им их место обитания. Так как они любят влажность, им нужна влажность. Но тоже не сильно, чтобы не было перебора. Ну, раз-два раза в день я брызгаю, потому что сейчас очень жарко. И еще из того, что они любят, хорошо едят лопух, подорожник. Да, лопух они очень любят. Из овощей огурцы вот я такими пластиночками нарезаю. Видите, тут Чарли пришел. Ты будешь огурец? Чарли взял огурец, интересно. Но есть он точно его не будет. Вот он такой привередливый. Вот еще один огурчик. На, Чарли, бери. В принципе, их надо поменять уже. Овощи, фрукты меняйте. Потому что улитки, я читала в интернете, могут отравиться от несвежих овощей и фруктов, если они начинают уже гнить. Ну, каждый день их я меняю. Листву заменяю раз в два дня. Бывает каждый день. Вот видите, тут еще ее много. Вот там они поели так хорошо. Так что, так все это выглядит. Вот они уже поползли. Я вообще хотела их пустить на травку. Это надо будет обязательно аккуратно делать, под контролем, чтобы никто не наступил на них. Я знаете, как сделаю сейчас. Вот возьму их. Так вот, пусть поползают. Итак, сбрызну травку. Типа дождик. Создам естественные условия. Это огурец. Чарли его есть не стал, естественно. Пусть погуляют. Сейчас прохладненько. Браун. Уля. Вот у них такие цвета были изначально. И цвета они не поменяли. Так они и остались цвета. Хотя я читала, что они цвет меняют в зависимости от пищи. Ну вот, цвета не меняются. Филя. Филя пришел. Филя, на, смотри. На. Филя, Филя. Ты как будто их не видишь. Иди сюда. Филя, смотри. Кошкам они совершенно не интересны. Так что, если у вас есть представители кошачьих, то улитки вам подойдут. Еще также хотела отметить, что читала в интернете о том, что если температура воздуха поднимается выше 26 градусов, они впадают в анабиоз. Я уже говорила, что 27-28 градусов вот было сегодня. И вот вы видите, они, ну сейчас, да, они активны, прекрасно себя чувствуют. Но никакого анабиоза не было. То есть они просто были вялые, просто спали. Анабиоз, как я понимаю, выглядит совершенно по-другому. То есть они должны там, должна образовываться пленка защитная. То есть конкретно они впадают в спячку. Так, смотрите, жук ползет. Это может быть, кстати, опасным для них. У них жуки являются врагами. Ну, может быть, не такие большие, не знаю. Потому что тоже я читала, что жуки заползают в отверстие, которое у них находится. Вот где оно? Вот здесь оно находится. Сейчас оно закрыто. Ну, вот здесь вот оно должно быть. Да, естественно, это, понятное дело, логично, что это опасно для них, если какое-то насекомое проникнет в их раковину. Ну, также, естественно, опасно для них, если кто-то их наступит. Если раковина сильно повредится, то все, улитка умрет. А так вообще, они склонны, вот у них такая особенность, склонны к регенерации. То есть, если небольшая трещина, то и раковина может затянуться, и все будет нормально. И также повреждения на вот их теле тоже затягиваются. Ну, на этом все, друзья. Я с ними еще погуляю, посижу здесь. А с вами я прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok